Можешь вспомнить, какое кино мы смотрели в зале? Никакого, я подскажу. Смотрели. Нет, ну вспомни. Чужак, наверное? Нет, не чужак. Я тоже помню, что не чужак, но смотрели. А какое вспомнить не могу. Но мы смотрели. Кино в зале я еще сказала, блядь, разбирать. Она говорит, пиздишь, ничего ты там не смотришь. Треба. Почему ты меня все время обвиняешь? Если я сказала, что смотрела, значит, мать вас не смотрела. Это к тому, я постель заправляю, а она мне говорит, не заправляй. А я говорю, ты здесь не смотришь. Она мне все время говорит, я здесь не бываю. Мать, я молоко все запиваю. Да. И с легким паром? И с легким паром. А, с губер нормально. Да? Ну, я не помню, но смотрели. Когда она уехала, смотрели, блин. Она говорит, че ты мне тут врешь? Все уже слышали, какое слово ты матерное произносишь? А ты думаешь, надо, что ты записываешь. Вот мишечки сейчас камбала дадим. Вот я сейчас стол выдвину. А че я еще ложку хотела взять? Да вот у тебя ложка лежит. Так сметаной я в нее не влезу. Как это? А вон что, сыр, как я влезу. Ты влезешь. Одну ложку везде. Че? Нет, одну ложку везде и не влезу. Я влезу честь. Делай ты что хочешь? Разные ложками. Бери все. Хлеб твоего отрежем. Она, кстати, хлеб на закладке печет. Миша! А, вот она. Иди, мой, суши. Тоненький. Сделаем кусочек мишу. Мой рот смог его переработать. Я могу пожевать, поплевать в тарелочку, а ты поешь. Не надо. А че? Зря ты отказываешься. Второй раз не предлагаю. Нельзя желудку отдавать пищу, которая уже пожеванная, иначе она. Он будет считать, что ему можно не работать. Это личная акция. Он не успеет ничего понять. Он поймет. У меня роток очень умный, такой же, как я. Ну что ж, приступим. Приятного аппетита. Это будет у меня масло. Это будет у меня орех. А, вот это огурец. Кофей. Огурец. Да, у нас огурцом как-то получили. Сейчас. А на нем. Просветивающий кусочек. У нас есть вчерашний недоедленный. Давай. Авокадо выглядит очень плохо. Мне не нравится. Нет, я хочу свежий. Подожди, пятый секунду. Да посмотрю я. Она слишком спелая, поэтому... Выбойте вы нафиг, а потом все капточки. Вообще, хочу тебе нормально огурец, а когда я не повторю. Не надо там оттуда ничего есть. Я авокадо вот этот уберу, который кусок, который с косточкой. Мать, у нас огурцов полный пакет. Да, вот это все тебе отдаю, а авокадо не отдам. Авокадо хорошее. Вот это авокадо. Все. Вчерашний авокадо хочет выкинуть. Не хочу, а выкину. Точнее, не просто хочу, а сделаю. Тыкс. Приятный пик. С огурцом ничего не поняла. Вырез-то. Будешь? Будешь. А кусать-то нечем. Я тебе только порежу. Только жевать. Это не очень-то удобно. Лена там переживает. Что на тему? Это то, как я ем. Это то, что у меня в раку происходит. Не можешь все. Не привычно. Пока что стремно. Очень страшно. Она прям тонкая тебе, как на терке. Спасибо. Чтобы не откусать ничего. А я же по привычке кусаю перецком. А там? Деречку. Ничего страшного. Авокадо сочный, вкусный. Угу. Так. Что за рывок? Ты разбираешься вроде? Это судак. Андрюша, это судак? Уйди. Вот это судак? Я его не буду. Я не знаю. Почему? Судак же это вкусный. Охеренно вкусная рыба. Ну, ладно. Мне не нравится, как он пахнет. Так он соленый? Да. Или какой? Да. Я не дочектировала. Вкусно пахнет, как соленая рыба. Он хорошо пахнет. Это должно быть? Да, это как соленая рыба пахнет. Ну, вроде да. У него никакого подсозненного запаха, у него нет. Да нет, и не должно быть по идее. Ну, вот что такое. Ты на запах хотела? Нет. Не стой, байся. Он хорошо пахнет. А с пивком, если его? Ну, я могу, что я не буду его. Да, и мне вообще рахнет. Здравствуйте. Как вы шли? Приятно, ты все хорошо? Зараза. Я тебя слишком посмотрела как-то и так, да? На ложку. Нет, не смотрела я на ложку. На меня, может, смотреть, как угодно. На вот эту сторону жую, потому что здесь у меня на небе прилеплено вот этот вот ран закрытый, которые брали материал. Поняли? Потому что жую на эту сторону, удобнее. А здесь пока не очень приятно это все делать. А вот это мысли у кого-то возник вопрос, почему именно сюда, а почему на одну? Потому что на другой вообще не удобно. Авокадо во рту тает? Прямо можно не желать. Ну, хорошо. Ну, мне думаю, еще есть 4 авокадо. Ну, отлично, они уже спелы. Угу. Сам это? Точно не умыру от голоду. А теперь дальше. Про День защитника отечества. А я вот не люблю как раз, когда вот эти вот все фильмы про войну. Ого, второй, молодцы. И вечно какой-нибудь вот. Это. Там бабы голые. Нет, там не видно. Сейчас нет. Ты поздно посмотрела. Я имею в виду, там не видно. Ага. Был вид сзади, но тем не менее впечатляюще. Ну, вид сзади, да. У голые бабы-то. Ты, Господи? Да. Это единичный случай, когда Мишка чавкала? Да. Она тебя разбудила? Она меня не будила, я еще не спала. А, ты еще не спала? Нет. Я когда заслала... Нет. Я даже не спала, когда она это начала делать. Я ее хотела к тебе приволочить. Ну, масло вот это в тему вообще. Это, кстати, больше же не масло. Больше это. Почему-то. Крем чисто. Почему-то удобнее, да, называть маслом. Намазка. Да, здесь крем-чи, да? Там крем чисто больше. Масло там совсем прям чуть-чуть. Вот прям чисто для консистенции. А так в основном крем чисто. Что идет? Сколько у тебя твой зель? С чертеной. Там было поесть. Пусти? Угу. Как все мертвое. Думаю, что в кастрюле гремят. Огурцы здесь у тебя вкусные. Мы только такие берем, потому что остальные. Ну, вот я тебе говорила, они... Огурцы сами не пахнут, кисловатые какие-то. Угу. Потому что не хрустят, ничего. А вот эти отличные. Андрей, ты поешь что-нибудь? Попозже, так попозже. Ты просто в какое время ты на работе обычно ешь? Вот в это. Цветок от этого. В пол первого ты ешь. Ну, короче, скажешь, я тебе все разобрю. А сегодня вообще праздник, у меня рабочий день, да? Я не знаю. Ну, это у тебя рабочие, как ИП, а государственные организации. Ну, вот. Значит, и дороги будут пустые. Нет, как будто бы, правильно? Да ты хоть раз в пробке-то до нас стояла? А вот, когда я сюда ехала, в это время, примерно, стояли... Не помню, на каком промежутке. А, ну, по пути была пробка из грузовых машин. Там прям длинная, я еще ее снимаю. Ну, через населенные пункты, вот как раз, наверное, где вот эти луховицы... Угу. Это луховицкие огурцы, это оттуда? Оттуда. Там памятник еще огурцы ставят. Ммм, если буду ездить еще летом, например, да, вот сюда, к вам, надо заехать, посмотреть. Мне прям, я когда раз проезжаю, думаю, наверное, это как раз свое место, где эти огурцы. Не, я еще не успокоилась, я еще... Старик с ним. И пирожки, и все ешь. Я тебе сейчас еще бельбини сварю. Сейчас, в рот открою. У нас тут столько всего будет, вообще, херей, что... Не надо. Не надо. Ну, хоть так можно есть, и то хорошо. Угу. Можешь, как раз похудею? Зачем? Ну, зачем, а просто... Не надо. Бельбинушек дать, может? Нет. Спасибо. Поломаешься? Угу. Поприятнее. Почему-то. Лена говорит, когда ко мне приедешь, созвание будет с утром. Я говорю, не знаю. Она говорит, давай поставим камеру сбоку, чтобы тебе не смущаться, что у тебя сбок нет. Так, будем ловыть. Неприятно, конечно, но это время пролетит моментально. Не успела глянуться, уже будет четвертое число. Что ты истеришь-то, ё-моё, господи? Сама включила. Да не говори, да? Сама включила, сама психанула. Ну, она гундит и гундит, но это и рвает. Ну, что там у тебя так все плохо? Ничего критичного не случилось. Ну, вообще смотреть нечего. Ладно, мне на флажки кинули. Тебя как страшно, кинуть? Ну, ты же не хотела. Угу. Угу. Ружи. На разок. Конечно, на разок. 3096, видно, смотрели, да? Или 609? По-моему, 96, но суть и дело не меняет. Угу. Плено она была. Этот формирователь здесь на меня. Конечно, неудобно. Ну, конечно. Тем более, только сделали. Тебе, может, еще, знаешь, много тройку дней будет уже получше и удобнее, попривыкнешь. А сейчас тебе вообще ужас. Конечно, неудобно и непривычно. Я Лене прямо не видео отправила, а прямо показала, что там Марта. Она говорит, лучше пейди смотрела. Да? Почему? А что такое? Прям все показала. Ну, потому что Лена не любит, она флабонервная. На этом плане. У меня другой вопрос. Она не переносит этого, Лидия. Я посмотрела, говорит, так. Охренела, думаю, лучше пейди смотрела. Ммм. Сама попросила, милая моя. Как у тебя там дела? Я объяснила, как у меня там дела по полной катушке. Вчера еще что-то. Я как-то вчера обалдела, когда у тебя первая коронка преросла в Драдиснеете. Я говорила, да, и ей пришлось ее прям выбрать. Как оттуда долбанул кровище? А я как бы не понимаю, так должно быть? Или что-то пошло не так? Она ей быстрее суши-суши, а там вообще реально хлещет. Ты-то не чувствуешь, они тебя сразу убирают, плюс у тебя заморожено все. А я видела и думала, что так быть не должно. Смотрю на врача, паники в головах не вижу. Может, так и надо? Оказалось, что не особо так и надо. Нет, это наоборот хорошо. Ну, я понимаю, что хорошо. Это хорошо. Все другие-то по-другому снимались. А тут кровища как долбанула фонтаном. И он мне сказал, вот этот хирург вчера, он говорит, у вас прямо хорошо здесь наросла вот эта ткань. И говорит, если бы она везде была, как вот здесь, как вот здесь, он говорит, даже не отличить, что вот там была коронка, он как будто свой зуб смотрелся. Настолько она плотная. Десна стала вокруг зуба, что непонятно, что она вообще коронка. А вот с этими как раз-таки проблема, потому что там прям был промежуток такого. Ну, отратительно выглядит. Отратительно. Да. Я уже знаю. Не резать больше ничего не надо, будет хорошо. Да. Приятное ощущение того, что уже вот он, конец близко. Да. Сколько бы не было времени до конца. Если конец близко, то все очень плохо. Конец работе этой. Вот так вот и говорили. Так, когда вот лечишь и не понимаешь, когда это закончится. Потому что вот мне даже в Беларусь, когда ставили имплантат, я не понимала, когда конец этому всему. И даже вот у меня задают вопрос, ну когда? Вот у меня сестра спрашивает, ну когда ты закончишь? Да я не знаю. Реально не было понятно, когда закончится. А сейчас я прекрасно понимаю, сколько осталось именно работы провести, чтобы был финиш. Это прям так радует. Девочки, если вы хотите лечить зубы, но боитесь, вот с финансами нормально, все у вас время есть, но вы боитесь, идите не бойтесь. Я обязательно сделаю пост про эту клинику, как только вот мне сделают. Я надеюсь, что все дальше будет так же здорово, как сейчас. Я обязательно сделаю. Я даже сниму всех врачей, именно вот так вот стану, скажу. Вот имя, фамилия, отчество, где работают, чтобы вы прямо в лицо знали тех, кто делал мне, чтобы их могли узнать. Потому что хирург, вот он делал мне уколы адски больно. Но при этом хирург, он хороший. Вот здесь, он мне хорошо сделал первый раз, хорошо сделал второй раз. У меня к нему претензий нет. Там, все хорошо. Вот эта Дарья, которая вообще ортопед, ну она просто, понимаете, у меня даже слов нет. По ней видно, как она любит работу. Вот как раз вот вчерашнее видео, где она говорит, я люблю свою работу, да. По ней прям видно. Та, которая мне делала гигиену, по ней видно, как она тащится от своей работы. Она прям, ну видно. И такие молодые врачи, и каждый из них трясет за пациента. Она даже, вот представляешь, мы вчера все закончили. И она посмотрела, говорит, ну потерпите эти 10 дней походите, потом снимем, поставим. Она говорит, хотите глянуть, которые сегодня работу сделали мужчине? Я говорю, хочу. А там же фотографируется, ну вы видели, да, тоже у меня фотография. Она открывает на компьютере. И вот там первая фотография. Понимаете, дед прям старый. У него желтые зубы какие-то, ну большой промежуток между зубами. Ну в общем, прямо этот парадонтос называется. В общем, ну там полный звездец. И дальше листает фотку. Блин, ну взрослый мужик. Белые зубы офигенные. Я смотрю, говорю, я даже не могу поверить, что это один человек. Это с разницей там, ну вот, ну какое-то время, да. Вот рот закроешь, один человек. Рот откроешь, он улыбается. Это совсем другой человек. Она говорит, помолодела. Я говорю, не то слово. Там, ну знаете, прям сразу двадцатник можно скинуть. Прям правда. И видно, что мужик в возрасте там, ну сколько-нибудь. На первой фотке я понесла, что ему 70, понимаете. А вторую открываешь, ну там у 45. Вроде даже ничего так выглядят. Эти зубы прям ровненькие. Я говорю, это у него что? Она говорит, имплантацию сделали. Поставили вот эти вот протезирования. Все. Где-то имплантация, где-то на свои зубы. В общем, они ему сделали. Ну там прямо о загляденье. Я говорю, блин, у него прям не отличить, что это не настоящие зубы. Смотришь, и близкая фотка, они же делают прям почти вот вродные. Тебе еще лучше. И у него каждый зуб, смотришь, даже непонятно, что это не настоящие. Я говорю, как меняется? Ну правда меняется лицо человека, только стоит ему зубы поставить или сделать. И тем более, когда если вот вы боитесь, вам там жевать нечем, вы испытываете дискомфорт, идите лучше лечите. Потому что это в первую очередь внутреннее состояние организма. Вот только не жуешь не так, не ешь не то. В общем, начинается вот эта история жизни. Лечите, не бойтесь. Я обязательно сделаю пост. У меня уже многие вообще в Директ спрашивают, дайте контакт. А я боюсь. Сейчас не закончу, я работаю. Будем только по итогу. Вот все сделано, все нравится, все идеально. Вот только тогда. Никаких заранее. Никаких заранее. Ни в коем случае. Да. Это такая работа. Знаете, просто если бы я до этого не обжигалась с врачами, вот именно со стоматологами, я бы, наверное, так не опасалась. Но когда я знаю, что у меня позади вот это вот все и было в ней до логического завершения не довел ни один врач, ни одна клиника, а было только хуже, я не хочу просто сглазить. Вот. Потерпите чуть-чуть, осталось, ну, месяц, мне кажется. Ну, вот край два месяца, это край. И я вам все расскажу и все покажу. Блин, ну это здорово. Я чем-то, чем-то. Все. Приятного аппетита, мои сладкие. Я домой поехала. Приятного аппетита, мои сладкие.